Настоящего мужчину характеризуют не только слова, а поступки. Поэтому символично, что именно 23 февраля к нам в гости заглянул заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства юстиции Республики Беларусь Александр Басалыга. Доброе утро, Александр. И мы поговорим сейчас о конвенции, которую называют самым прогрессивным инструментом в вопросе международного взыскания алиментов. Доброе утро, Александр. Что из себя представляет эта конвенция? Да, доброе утро, уважаемые телезрители. Прежде чем рассказать про конвенцию, сделаю маленький экскурс в историю. В рамках ГАЗ-Конференции по международному частному праву, которая является самой старой межправительственной международной организацией, более 10 лет велась работа по подготовке нового международного инструмента по взысканию алиментов. Тема алиментов очень сложная. И печальная. Действительно. Международный механизм должен стать связующим звеном между правовыми системами государств, которые порой совершенно по-разному регулируют вопросы взыскания алиментов. Скажите, как на практике документ поможет белорусам? Вот просто сейчас сидят женщины, многие из них одиноки, у кого-то неполная семья, кто-то не может дождаться от мужа, так сказать, алиментов, дитя растет. Растет. Ну, в общем, вы понимаете. Давайте представим ситуацию, когда один из бывших супругов проживает на территории Республики Беларусь. Жена. Не будем говорить жена или муж. Ну, как правило. Давайте, кто-то, хорошо, супруг один из бывших супругов. Второй проживает, допустим, на территории Французской Республики. У них имеется совместный ребенок. Значит, родитель, с которым проживает ребенок на территории Республики Беларусь, на руках имеет решение белорусского суда о взыскании алиментов с лица, который проживает на территории Франции. Для того, чтобы такое решение исполнялось на территории Франции, необходимо, чтобы компетентный суд Французской Республики признал такое решение. Высоко, как должны договориться страны, да. Согласно конвенции, родитель, проживающий в Республике Беларусь, сможет обратиться в Министерство юстиции с заявлением, а Министерство юстиции определено центральным органом по конвенции. Мы, в свою очередь, направим такое заявление в центральный орган Франции, который передаст это заявление компетентному французскому суду для принятия необходимого решения. Потрясающе, прекрасное. Притом хочу отметить, что физическое присутствие ребенка или заявителя для выполнения каких-либо процессуальных действий во Франции в этой ситуации не потребуется. То есть у гражданина будет отсутствовать необходимость нанимать адвоката для представления интересов во французском суде. Но когда будет эта конвенция ратифицирована, вступит в силу? Поясню, действительно, очень важный вопрос, потому что в Министерство юстиции уже поступает огромное количество звонков, направляются уже и документы по конвенции. Потому что дети хотят кушать, конечно. Да, действительно, конвенция ратифицирована законом от 28 декабря 2017 года. Вместе с тем, с учетом положения предусмотренных конвенций, она вступит для Беларуси 1 июня 2018 года. Символично, что 1 июня это День защиты детей. Да, да. Прекрасная история. И уже наши граждане смогут по ней работать именно с 1 июня 2018 года. Да, нашим заинтересованным гражданам необходимо подождать до лета. Сейчас Министерство юстиции обеспечивает внесение изменений в необходимое процессуальное законодательство. И к 1 июня 2018 года будут готовы все правовые условия для того, чтобы возможно было реализовать конвенцию. И я хочу сказать, что наши эксперты тоже с нетерпением ждут дня, когда конвенция вступит. Скажите, а нет волнения у ваших экспертов, что вас завалят этими историями? Вы как-то можете спрогнозировать поток? Вы знаете, прогнозы, оно такое дело неблагодарное. Вместе с тем надо понимать, что мы работаем очень активно не только по конвенции, которая вступит в силу. У нас есть целый пласт международных договоров, которые предусматривают исполнение судебных решений иностранных государств. В частности, я могу отметить такое соглашение с Российской Федерацией, заключенное в 2015 году, которое касается непосредственно вопросов алиментов. То есть решения судов, вынесенные на территории Российской Федерации или Республики Беларусь, не требуют специальной процедуры признания, а исполняются в порядке предусмотренных для постановления судов, вынесенных в этом государстве. Ну а помимо конвенции, например, какие еще международные механизмы доступны будут или уже доступны белорусским гражданам? Вот кроме вот этого соглашения с Российской Федерацией, в рамках СНГ действует Кишиневская и Минская конвенции о международной правовой помощи, которая тоже предусматривает признание исполнения судебных решений, в том числе алиментов. Кроме того, нашим государством заключено целый ряд международных двусторонних договоров о правовой помощи, которые предусматривают исполнение, признание решений и по элементам тоже. И я хочу сказать, что у нас министерство проводит очень активную политику по расширению договорной правовой базы в сфере международного оказания правовой помощи, потому что мы понимаем, что от наличия договоров зависит возможность реализации прав наших граждан. А именно для этого мы и работаем. Именно для этого мы работаем все, я бы так сказала, все присутствующие здесь люди. Большое спасибо, что пришли об элементах, о главных способах и международных инструментах их получения. Нам рассказал заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства юстиции Республики Беларусь Александр Басалыга. Огромное спасибо. Очень убедительная, прекрасная история. Мы этому рады, потому что все дети у нас должны быть сыты, счастливы, образованы и гармоничны.